Танки С помощью моих видео вы сможете примерить машину на себя, то прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайкос данному видео, обязательно пишите свой комментарий по поводу увиденного. Спасибо вам большое за интерес к моему контенту и за просмотр. Итак, ребят, М48А2 Раумпанзер идет сейчас в комплекте с АМХом М449, на него обзорчик я уже сделал абсолютно честный, ровно как и на Раумпанзера, ссылочки найдете в описании, ну и плюс мнение по поводу набора также будет в виде ссылки в описании к данному видео и мелькнет вот здесь наверху в правом верхнем углу. Что касается самого набора, то очень кратенько, 11500, мне кажется, что все-таки это дорого. Ну, во-первых, 5000 АМХ не стоит в голом состоянии, ну а во-вторых, Раумпанзер, насколько бы не был интересной машиной своим внешним видом и обладал довольно неплохим качественным орудием с хорошим временем перезарядки, но все-таки 8500, ребят, он не стоит однозначно. Тогда, когда за восьмерку можно взять Химеру или за 7500 можно взять, допустим, себе ту же самую Проджету, то, безусловно, этот товарищ нервно курит в стороне по сравнению с данными вышеперечисленными машинами, да и многими другими средними танками на восьмом уровне. Не то, чтобы мне не нравился Раумпанзер прям совсем в корень, и я считал бы его каким-нибудь фуфлом, но он не обладает суперкрутостью какой-то, именно поэтому я считаю, что 8500 для него ценник завышенный. Что касается орудия, да, если вы поставите оборудование, амуницию, то вы получите 5,5 секунд перезарядки, довольно годный, как для среднего танка на восьмом уровне ДПМ, практически 2500 единиц, очень качественное, хорошее время сведения в 3 секунды, ну, пускай 3 и 1 десятая. Ну и разброс, ребят, тоже, ну, я бы сказал, радует, 0,321. Добрый угол склонения орудия вниз минус 9, но очень часто его не хватает. Что касается пробития, то если вдруг не хватает, можете взять себе подкалиберный, который вам поможет пробить 260 миллиметров брони, или в конце концов переставьте себе оборудование на калиброванные снаряды, и тогда у вас сразу базовый снаряд будет иметь 220 на 10 миллиметров больше, что, в принципе, существенно. Но я решил, что все-таки буду играть на орудийном досылателе для того, чтобы увеличить свой ДПМ и для того, чтобы более чем на полсекунды сократить время перезарядки орудия. Мне так нравится больше. И вообще, ребят, я считаю, что нет понятия правильное и неправильно установленное оборудование. Есть понятие удобно или неудобно. Ставьте оборудку так, как нравится вам и как вам будет комфортнее на нем отыгрывать. Что касается раундпанзера внешне. Машина смотрится, безусловно, очень классно, особенно в своем легендарном внешнем виде. Вопросов нет. Что касается вот этого отвала, то в отношении отвала у него есть броня, которая дополняет машину, но там всего лишь 30 миллиметров. Помогает от фугасов. И что действительно хорошо, так это то, что отвал помогает прятать конкретные очертания вашего нижнего бронелиста, вашей передней части корпуса и действительно сбивает немножко с толку врагов. Но ненадолго. До тех пор, пока они не начнут пробивать, не увидят, куда конкретно надо целить. Ну и дальше будут просто сандалить в то же самое место. Что касается правды по поводу данной машины. Если мы с вами откроем на 8 уровне другие средние машины, то вы увидите огромное количество тачек, которые безумно просто-таки похожи на раундпанзер. Да, внешний вид это скрывает, но если вы возьмете Т95Е2, то будете удивлены, насколько машины схожи между собой. Очень похожа командирская башня, очертания башни в целом. Очертания, господи, командирская башня, командирский лючок. Ну да, хотя по внешнему виду, похожа на командирскую башню сверху на обычной башенке. Есть еще ряд машин, которые безумно просто-таки похожи на него. Возьмем тот же самый 59-й Паттон. Короче говоря, раундпанзер это такой себе клон, которого сделали с 59-го Паттона и нескольких еще машин на 8 уровне. И честно говоря, это немножечко смущает, потому что я бы хотел, чтобы машина, которая обладает каким-то уникальным внешним видом, она еще и обладала какими-то уникальными характеристиками или уникальными возможностями. Но по большому счету, раундпанзер играется точно так же, как вышеперечисленные тачки. Короче говоря, ничего выдающегося, но заценить-то однозначно надо. А для этого, ребят, мы отправляемся в первый попавшийся бой. Ну что, поехали. Против нас, кстати, играет еще один раундпанзер. И нам это позволит посмотреть разницу между тем, как я смогу реализовать данную машину, как сможет реализовать свою машину наш соперник. И, возможно, придем к какому-нибудь плюс-минус общему знаменателю. Раундпанзер сейчас поднялся на горку для того, чтобы подсветить. Не знаю, насколько это правильно с его стороны, но сыграл да и сыграл. Как вы видите, не пытается дальше форсировать события, не пытается дальше куда-то выезжать. И я больше чем уверен, потому что понимает, что машина ему не позволит долго продержаться в бою, в случае, если он прям совсем выйдет на открытую площадку и начнет отхватывать. Что касается точности орудия. Ну вот она, точность орудия. Действительно, орудие точностью обладает, и этого не отнять у рампанзера. Мне очень нравится его комфортное время сведения. Мне нравится его разброс. Мне нравится точность орудия. Мне безумно, безумно нравится скорострельность данного орудия. Потому что 5,5 секунд времени перезарядки это очень классно. На 8 уровне играется, ну прям совсем, совсем приятно. Что же касается минусов. Машина не является супер живучей. Это первое. Второе, что стоит отметить. Как я уже говорил, Коуш обладает броней, но всего лишь толщину 30 мм. И это больше защита от фугасов и больше внешний вид тачки, нежели что-то такое, что действительно может в бою зарешать. Сейчас откатимся немножко назад. Попытаемся вот этого товарища танкануть. Ну и, соответственно, закинуть ему. Закидывать, кстати, ребят, на дальних расстояниях очень-очень удобно. Вопросов в отношении точности и выцеливания у вас точно никаких возникать не будет. Но обратите внимание, за то время, пока я нахожусь в бою, я уже слил одну треть своего хп. Я считаю, что это довольно-таки много. Что касается того, куда пробивают. Я сейчас попытаюсь показать. Как вы видите, меня пробили в верхний бронелист. Причем там вроде бы, вроде бы должна быть хорошая приведенная броня, но, к сожалению, ее там не оказалось в самый нужный момент. Плюс к тому, ребят, как вы видите, есть просто огромнейшая комбашня, которая выцеливается абсолютно легко практически любым соперникам. И это действительно очень большой косяк машины. Машина не так уж и маленькая по высоте. И, соответственно, когда вы даже играете где-то от неровности или прячетесь за каким-нибудь холмом или за каким-то укрытием, то эта комбашня, она прям как, не знаю, как маяк сверху стоит и приманывает взгляды ваших соперников. Во всем же остальном, машина, в принципе, довольно-таки неплохая. Но, повторюсь, она не стоит 8,5 тысяч золота. Это мое скромное, субъективное мнение. Безусловно, может, я не прав. Пишите обязательно в комментариях, считаете ли вы 8,5 тысяч голды адекватной, нормальной, приемлемой ценой за данную машину в голом ее состоянии. Была бы она в составе набора за такие деньги, но окей, хорошо, я бы еще сказал, что можно рассмотреть. Но в голом состоянии 8,5 косарей это действительно перебор. Что касается моей результативности. Как вы видите, несмотря на то, что ДПМ довольно неплохой, я не смог его в данном бою реализовать. Сделал 1350 единиц урона, при этом я добрал троих товарищей. Что является, по-моему, неплохим вкладом в общую победу и в общее дело. Что касается результативности по фарму. У меня активирован прем-аккаунт и я смог собрать, грубо говоря, 47 тысяч серебром за вот такой вот простецкий бой. Считаю, что результат довольно-таки неплохой. Правда, без према было бы 28 тысяч. И здесь действительно уж прям не пожируешь. Что касается моей результативности в команде, то, безусловно, я не в лидерах по количеству нанесенного урона. И скажу вам откровенно. Если прям совсем хорошо освоить данную машину, вы сможете за бой делать в районе 2400. Ну, окей. Но я не уверен в том, что этого показателя сможет достичь большое количество игроков. Из-за его слабой живучести новичкам данная машина дастся, ну, я бы сказал, не очень просто. И придется к ней довольно-таки долго привыкать. Есть, безусловно, плюсы. И, как я сказал, это хорошая подвижность и очень качественное орудие. В этом ему не откажешь. Ну, а что касается минусов, то все вы видели. Пробивается он просто на ура. Ком-башня огромная и шьется даже на дальних расстояниях с легкостью. ПТ-хи, которые не обладают суперточностью, и то вполне-таки себе спокойно на дальних расстояниях могут вот эту вот часть выцеливать. Ну, правда, если вы не будете при этом вперед-назад мансить, ну, короче говоря, пытаться что-то делать. Форма корпуса такая, что порой, ребят, прилетают рандомные рикошеты, если вы становитесь вот так, и вам бьют ниже уровня верхней части, верхней полосы гусли. То есть здесь есть такой скос, и он там плюс-минус как-то что-то может танкануть. Но я бы не сказал, что стоит рассчитывать на бодрое танкование. Может спасти маска орудия, но не более того. Вот такой вот он Раундпанзер, вот такой вот он М48А2. И это абсолютно честное мнение по поводу данной машины, которую я не рекомендую рассматривать к приобретению за 8,5 тысяч золота. Реально, за 8,5 тысяч голды можно присмотреть себе что-то более интересное, а возможно даже взять какой-нибудь набор с восьмеркой и семеркой. И тогда, да, пускай будет семерка, на которой фармить вы не будете, но это будет дополнительный танк в вашем ангаре, который, возможно, вам когда-нибудь да пригодится. Если говорить на финише, то, допустим, в выборе между вот этим набором и вот этим набором, многие купятся как раз на вот этот набор, потому что здесь есть довольно-таки интересная и абсолютно нестандартная ВЗХ и 112-й ледяной. Хотя в то же время, ребят, если вы смотрели предыдущее мое видео, то данный набор я тоже не рекомендовал. Ну а почему? Переходите по ссылочкам и обязательно посмотрите. Вообще, заглядывайте на канал, там много всего интересного. И да, если вдруг вы смотрите мой канал всего лишь по последним нескольким видео, которые я выкладывал, может у вас создаться мнение по поводу того, что я обгаживаю все, что есть в этой игре. Я не обгаживаю, я рассказываю, каким оно есть на самом деле. И когда машина действительно стоящая, я говорю об этом прямо и рекомендую ее к приобретению. Ну а вы, ребят, пользуйтесь своим умом по результатам того, что вы видите на разных каналах. И если мой канал вам нравится больше, чем какой-либо другой, то почему бы не стать подписчиком моего канала и не составить мне компанию в дальнейшем. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, мира, друзья мои, и обязательно спокойствие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...